Дальше. Вот как разные факторы влияют на рондационность. Давайте это два слайда и все. Значит, видите, возраст влияет, индекс массы тела, тест вставания, потом скорость пешей ходьбы, домашняя работа, уровень образования и, так сказать, сколько лет человек в средней школе. То есть, видите, то, о чем пишут и интеллективно, и фактически, что все-таки интеллект влияет на остаточную работоспособность и вот это объективно показано. Здесь вы видите, как в разных группах изменяется работоспособность на протяжении людей старше 60 лет. То есть, группа 60, вот, зелененьким, 74, 75, 89 такой салатовый и синий такой, это меньше 90, про 90. Все, я уже был, Исаак Михайлович, я знаю, что война войной. Все, уважаемые коллеги, я позволю остановиться, потому что вы публика подготовлена, вы все это увидели. Если какие-то вопросы, то в куларах приехать тоже, отхожу до общения. Что это за формула? Вот это формула. Кто их предложил? Что-что? Кто предложил? Ну, это автор у нас есть, моя аспирантка, бывшая, теперь она кандидат в науку, и я. Елена Сергеевна Томаревская, вот, и Александр Анатольевич Поляков. Так что? Прошу любить тяжелого этапа. И их форму. Да. Спасибо. 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 Что, задержал вас? Нет. Ну, наверное, спасибо всем, кто выступил, доложился. Спасибо всем, кто дослушал до конца выступление. Сейчас отъявляется перерыв. Ну, давайте, наверное, сделаем что-то. А? Вопросы. А, ой, извините, вопросы. Ой, Исаак Михайлович, пожалуйста. Не, не, не вопрос, я хочу выступить. А, еще выступить? Хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, Геннадий Михайлович, Олег Васильевич, кто из зала может хочет выступить? Да, это дискуссия. Я боюсь, что, понимаете, времени очень мало для этого. Я могу сказать, потому что вы сейчас прослушали, это отдельно нужно обсуждать. Поверьте. Придется поведеть. Да, тогда Исаак Михайлович. Да. Ну, только вопросы. Есть частые вопросы, наверное, лучше в перерыве, как раз у нас будет немножко больше часа. Это час. Прошу. Я считал, что не долго выступить, поскольку с большим интересом просуждал все доклады, но хочу поделиться некоторыми принципиальными соображениями. Первое. С моей точки зрения, не все докладчики напомнили нам, слушателям, что сегодняшняя конференция посвящена Владимиру Владимировичу с точки зрения развития дальнейшего его научного наследия. Поэтому, с моей точки зрения, нужно было начинать доклады с того, что сделано в той лаборатории, которую он руководил в этом направлении. Какие остались пробелы, что нужно было бы сделать, и как продолжаются те мысли, концепции, соображения, которые Владимир Владимирович высказывал. В этом смысле я благодарен Татьяне Юрьевне, я ее не вижу сейчас, которая свой доклад начала с моей точки зрения очень разумно, что Владимир Владимирович повлиял даже на методологию, которая позволила трактовать то, о чем шел разговор с точки зрения не классической морфологии, а с точки зрения анализа морфофункциональных сдвигов. Замечательный доклад, очень думчивый и хороший. Я когда вас слушал, вспоминал вашего папу, отец Татьяны Юрьевны, замечательный профессор, которому мы взялись большим уважением, всегда делал хорошие доклады. Но Татьяна Юрьевна, у меня есть одно соображение. Я не услышал у вас в докладе, и я не услышал докладок других. Как в Институте геронтологии вы экстраполируете данные, полученные в эксперименте, на человека? Вот это я не понял. И критицисты, между прочим, в лице тех, которые говорили о генротерапии, о клинических делах, тоже не говорят, как же они используют данные эксперимента. Вообще, в принципе, с моей точки зрения, на конференции это проявилось. Есть определенный разрыв. Вот эксперимент, а вот клиника, а где связь клиника и эксперимента с точки зрения трактовки, я не понял. Это я к тому, что это повод для специального обсуждения. Теперь, что касается доклада Хачика Мурадян. Замечательный доклад. Я его слушаю не первый раз. Владимир Венеевич считал его, Хачика, одним из своих таких талантливых сотрудников. Но, Хачик, я слушаю доклад не первый раз. И хочу сказать, что аудитория молчит. Значит, вы, вероятно, все знаете то, что я, например, не знаю из своего доклада. Я считаю, что такой доклад, какой делал Хачик, должен начинаться с того, чтобы была на слайде было сообщение термины и понятия. Вот скажите мне, пожалуйста, плюриптонтный, плюрипотентность, а вот же эпигенетические ландшафты, клеточный мусор, пик омоложения. Я не знаю, вы это все знаете, а я понятия не имею. Вот не знаю. Не знаю. Не растем. Не знаю. Понимаю, в чем дело. Пик омоложение. Это же так разговор. А у меня Хачик вопрос, а какие его критерии. И не просто какие его критерии качественные. Это Хачик красиво говорит. А какие его критерии количественные. Поэтому многие доклады я бы начинал бы с того, чтобы показал показатели, тесты и их расшифровка. Потому что я еще раз повторяю. Наверное, вы все знаете, что такое клеточный мусор. я не знаю. Хачик доклад нужно сделать в следующий раз. Это будет третий раз, когда я буду слушать. Так, чтобы он был понятен тем, которые клеточными делами на том уровне, на котором ты работаешь, не занимаются. Я хочу пояснить, что это не критика в адрес доклада. Доклад замечательный. И смелоство я на первом месте. Но расшифровка терминов должна быть. Так же, как я повторяю, разговор о связи клинических и экспериментальных исследований тоже должна иметь место. еще что я заметил. Я еще заметил вот что. Некоторые вот последние три доклада очень близкие мне из лаборатории, которой руководит поляков Александр Анатольевич. но тоже кое-что нуждается в пояснении. Я, например, не очень понимаю, чего это вы взяли мышечную выносливость кистил женщин как такой показатель. Не понимаю. Обожди. Не понимаю. Я занимался когда-то таким симптомом Телеки. Вот ты киваешь головой, ты его не знаешь. Это бельгийский исследователь, который предлагал определять силу эксценсоров кисти как ранний показатель интоксикации свинцом. Так он рассуждал так. При поражении свинцом поражается прежде всего радиалис. Радиалис иннервирует мускул эксценсор дикритором коммунис. Это общие мышцы разгибателей кисти. Это было понятно. А чего это мы взяли выносливость женской кисти. Выносливость кисти каких мышц. Есть как я говорю сенсоры разгибателей есть другие флексорные мышцы. Короче говоря когда докладчик выходит с докладом и дает терминологию она должна быть всем понятна. Доклады очень хорошие. Кстати твоя сотрудница которая говорила о Владимире Наталья Алексеевна очень хорошая доклад я к докладчику Полякову у меня большая претензия и на конференции это я говорю публично мы с ним издали книжку измеренная физиология пожилого человека вообще институт заинтересован в том чтобы выходили монографии год тому назад я тебе предложил что давай будем делать второе издание я предложил так это осталось повисся вот ну что вот так вот так вообще на конференции сегодня с моей точки зрения должны были прозвучать какие монографии изданы в институте и какие монографии являются сегодня достоянием широкой общественности я заканчиваю мое выступление это не критика все что я говорила о хачеке или о полякове и так далее это дружеский разговор я благодарю всех докладчиков это большое дело но право академии карпушка когда говорит что это предмет отдельного отдельного специального рассмотрения поскольку я не сумею на нем присутствовать я думаю что поиск из того что я говорил вы учтете потому потому что для института есть некоторые принципиальные вещи а когда я говорю о терминологии я имею ввиду что в академии медицинских наук есть терминологическая комиссия которую я имею честь возглавлять я отношусь с повышенным интересом к тому чтобы термины звучали так чтобы все их понимали потому что когда слушали муравьевы первый доклад я еще раз повторяю половину терминов сидящая аудитория не понимала но молчит потому что неудобно признаться спасибо спасибо если сегодня сказать по поводу генетики которая очень важна нам так большинство ее не знает так вот для этого нужно институт один институт второй вот обобщаться вместе решать это не шутка вот когда вы начинали Геннадий Михайлович молодежь пришла и делала доклады а потом и наши люди не ходили в конференции тогда которые были дети молодые люди это факт два института вместе на одной территории и каждый работает по-своему понятно вот об этом я учу я учу так вот все перерыв все равно получается что все равно и все равно и